Друзья, прошлое видео о Bentley Bentayga получило большую популярность, и многие расстроились, что я не снял салон. И я попросился вот в Bentley, в центр я приехал, попросился посмотреть салон, и меня любезно пустили. Так что давайте посмотрим, как Bentley Bentayga выглядит внутри. Ой, запах, слышите, такой классный. Пахнет очень похоже на Porsche. И смотрите, дверка тоже сама с липучками присосалась. Здорово. Там тоже видно, что супер, конечно, дорогие тут материалы. Все очень-очень крутое. Настоящий металл, кожа, ручки такие. Да, смотрите, значит, это панель приборов, два колодца, посередине экран. Все достаточно традиционно выглядит. Ничего тут такого прям, ну, кроме исполнения, супер необычного нету, да, не как у Rolls-Royce. У Rolls-Royce показывают здесь запас мощности вместо оборотов. А вот смотрите, у Bentley обороты, как у обычных машин. Попробую включить мультимедиа. Так, я включил тут радио. Да, работает мультимедиа, мы чуть позже, может, к ней вернемся. Значит, смотрите, какая тут обшитая кожей панель. Такая двойная Bentley. Сами часики. Смотрите, такие вот шпильки, да, для регулировки. Такие прям английские типичные, да, в Rolls-Royce тоже такие. Значит, селектор коробки передач. Такой прям, с надписью Bentley прямо. А заметьте, интересно, у них режим паркинг отдельной кнопкой, да, то есть здесь назад, нейтралка, значит, обычная и паркинг. Тоже, да, можно выключить систему стабилизации, спуск с горы. Старт-энджин, такая кнопка здесь, вот она, видите, посередине. И режимы работы машины. Причем, заметьте, тут сразу как бы все, да. И отдельный, смотрите, режим даже Bentley. Есть спорт, есть Bentley. Это что-то между комфортом и спортом. Ну, типа, максимально круто. Как будто бы подвеска, да, можно здесь опустить, смотрите, подвеску поднять. Смотрите, какие, наверное, я сделаю музыку, выключу, да, чтобы она нам не мешала. Смотрите, какие, да, здесь сиденья тоже супер, конечно, крутые. Светлая кожа, очень-очень такие подголовники, смотрите, из двух частей состоящие, дорогущие. Панорамная крыша. Сверху это все тоже кожа, белая кожа. Ну, она такая тут слоновой костью. Смотрите, интересно, как зеркальце сделано. Вообще без рамок практически. Ну, прикольно. Что тут еще можно показать? Такой вот. Тут есть бардачок. И непонятно, как он открывается, честно говоря. Даже я не вижу здесь ни кнопки, ничего. Не ясно мне, как он открывается. Неужели, слушайте, во всех машинах понятно, как открывается бардачок, только здесь непонятно. Ну, вот такой вот хитрый Бентли. Не открыл я бардачок. Не знаю, кнопок не видно никаких. Так, давайте посмотрим здесь. Ну, мультимедиа, да, о которой мы сейчас поговорим. Режимы тоже, да. Тут климат. Это, кстати, пластиковые кнопки. Ну, дорогой, конечно, пластик, но они пластиковые. Мультимедиа. Вот, давайте оценим мультимедиа. Это как раз очень интересно. Значит, меню. Так. Она отвечает очень быстро. Ну, этот звук кликания можно выключить. Отвечает быстро. Графика. Графика прикольная. Скроллится. Так. Скроллится можно, как в айфоне. Да. Нет здесь такого эффекта физического скроллинга, но можно так скроллится. В принципе, нормально. На ощупь экран такой матовый, приятный. Ну, нормально. Знаете, неплохо. Навигация. Не будем. А вот навигация. Навигация. Ну. Быстро реагирует карта. И. Как ее тут можно? О, можно смотреть двумя пальцами. Да, как в телефонах. Нормально все. Нормально. Ну, вот так вот выглядит навигация. Сами судите. Нравится она вам, не нравится. По мне, так что-то как-то коричневого много. Но, честно говоря, сама машина коричневая. Такая вы видели, да? Может быть, и в это все дело. Может быть, под цвет машины они делают. Да. Медиа. Ну, в общем. Все тут, все тут есть, короче. Радио, смотрите, так. Да. Ну, вот такая вот система. Сами судите, хорошая она или плохая. Меня тут пустили в салон. Я прям откровенно ничего плохого говорить не буду. Руль, кстати, похож на поршевский. Я бы сказал. Трехспицевый. Такой прямо в стиле поршевском. Так, козырьки. Ну, тут все как бы стандартно. Давайте сядем сзади, интересно. Посмотрим, как там. Да, в присоске. Посмотрим, как сзади. Машина, кстати, серая. Не коричневая, а серая. Такой металлик. Ох, слушайте. Ну, сзади здесь просто комфортно. Очень супер классно. Прямо, я вот могу сказать, я вчера сидел в Каене, в GTS. Вот здесь гораздо кайфовее сидеть, чем в Каене GTS. И даже дело не только в материалах, а как-то вообще. Слушайте, ну, удобнее прямо. Здорово. Да, здесь вполне можно ездить и сзади, с водителем. Здесь не то, чтобы прям, ну, супер много места, но здесь просторно. Нормально. Очень красиво все, очень дорого выглядит. Смотрите, какие лампочки. О, да, нажимаю. Прикасаюсь просто, да. Ну, конечно, панорамная крыша. Тут тоже такие же точно удобные подголовнички, шторки. Суперкрутые. Причем, смотрите, как интересно. Здесь двойные. Двойная кнопка для стеклоподъемников. Это потому, что я могу поднять, опустить вот здесь, вот это стекло. И с другой стороны. То есть, я, допустим, не знаю, могу открыть это окно и что-нибудь там с лугом крикнуть. Ой, да-да-да. Значит, смотрите, здесь для задних пассажиров есть тоже такой пультик. Как будто бы, да, есть тут дефлекторы обдува. Ну, смотрите, кстати, вот в этой конкретно машине нет даже подогрева задних сидений. Как будто бы, или есть. Не так. Home. Home. Ну, да, наверное, вот он здесь, по идее, должен быть по дефолту. Здесь конкретно нету. Но все равно, слушайте, уровень исполнения, конечно, шикарнейший. Тоже, хотя вот, честно говоря, вот эти вот подстаканнички в подлокотничке прямо здесь. Ну, нет, хотя нормально, слушайте, вот так вот сижу, я их не касаюсь. Все отлично. Ну, вот такая вот Bentley. А, смотрите, здесь. Что это? А, это вешать можно одежду. Отлично. Тоже тут ручечки открыть-закрыть. Все круто. Ну, вот такая вот, друзья, машина Bentley Bentayga. Я думаю, что выйдем. Еще раз такая. Посмотрим на нее со стороны. Присосочки. Ну, очень-очень. Конечно, она так массивно выглядит. Солидно прямо. Всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова